Бефеста снова перенесла Starfield С вами GamesBlender, еженедельный видеодайджест новостей игровой индустрии от 3DNews.ru Sony не оставляет попыток помешать сделке Microsoft и Activision Blizzard. Компания изложила свои опасения в ответе британскому регулятору. Sony считает предложенные управлением по конкуренции и рынкам в Великобритании средства правовой защиты недостаточными. В частности, отмечается, что майки смогут намеренно портить серию на PlayStation, выделяя меньше средств на разработку версий новых частей для консолей конкурента. Вдобавок, они вправе не допустить попадания игр франшизы в подписные сервисы, кроме Game Pass, повысить цены и ограничить мультиплеер на чужих консолях. Microsoft предлагала заключить десятилетнее соглашение, которое обеспечило бы паритет Call of Duty на всех платформах, но гендиректор Sony Джим Райан наотрез отказался от сотрудничества. Во время встречи в Брюсселе он обозначил свою позицию словами «Мне не нужна новая сделка по Call of Duty, я просто хочу заблокировать слияние». Microsoft, в свою очередь, назвала доводы о потенциальном ущербе франшизе сильно преувеличенными и привела данные собственного исследования, согласно которому только 3% владельцев PlayStation готовы сменить консоль на Xbox в случае перехода Call of Duty в разряд эксклюзивов. Также компания пообещала ответственно отнестись к условиям контракта с Nintendo. Игры серии будут выпускать на свеч с сохранением контента и всех особенностей, используя опыт портирования Doom Eternal и Fortnite. Повлияют ли новые заявления на решение регулятора, узнаем до 26 апреля. На этой неделе прошли сразу три презентации. Paradox Interactive на своем шоу анонсировала новую Cities Skylines. Новая часть Городостроя обещает самую реалистичную симуляцию города в истории жанра, полноценные системы транспорта и экономики и расширенные возможности для моддеров. Релиз в этом году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series, а также в Game Pass с текстовым переводом на русский. До конца года компания выпустит и пошаговую тактику The Lamplighters League от авторов новейшей Battletech и современной трилогии Shadowrun. Она предложит сражения в духе XCOM в антураже, вдохновленным Индианой Джонсом. Заявлены только версии для ПК и Xbox этого поколения, плюс Game Pass. Также Paradox представила симулятор жизни Life by You от студии Рода Хамбла, работавшего над второй и третьей частями The Sims. Пока у игры нет ни сроков выхода, ни платформ, больше расскажут 20 марта на отдельной презентации. Издательство Nacon на своем мероприятии показало свежий трейлер Robocop Rogue City с прогулкой по улицам Детройта и перестрелкой в зале игровых автоматов. Авторы Terminator Resistance верны традициям боевиков. Игроки смогут замедлять время и взрывать головы врагов точными выстрелами. Геймплей выглядит слегка неуклюже, но выдержанная атмосфера и очарование игр категории B делают свое дело. Если разработчики прислушаются к отзывам и добавят звуки сервоприводов корпуса Robocop из фильмов, будет и вовсе отлично. Все-таки одного голоса Питера Уэллера недостаточно, чтобы почувствовать себя культовым киборгом. Шутер выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series, но позже запланированного — в сентябре. Когда-то осенью ожидается и кооперативный экшен Gens of Sherwood, в котором предложат сыграть за Робин Гуда и его друзей. В новом ролике лишь показали немного геймплея. Зато еще одна игра для совместного прохождения появится совсем скоро. Raglike Raven's Watch про сказочных героев от авторов Curse of the Dead Gods стартует в раннем доступе Steam 6 апреля. А вот дату релиза The Lord of the Rings Gollum Нейкон не уточнила, ограничившись упоминанием 2023 года, чем снова разозлила игроков. Вдобавок в сюжетном трейлере стелс-приключения все еще выглядит, будто пришедшим с позапрошлого поколения консолей. В итоге дизлайков снова набралось больше, чем лайков. Наконец, собственное шоу устроило Capcom. Шутер с динозаврами ExoPrimal получил дату выхода 14 июля. Также авторы подтвердили появление игры в Game Pass и объявили о проведении открытой беты с 17 по 19 марта. 28 апреля дополнение Sunbreak к Monster Hunter Rise переберется с Nintendo Switch на ПК, PlayStation и Xbox. А 30 июня на ПК и консоли прошлого поколения, включая Switch, заглянет ремастер детективного приключения Ghost Trick Phantom Detective с обновленной графикой и музыкой в новой аранжировке. В трейлере Street Fighter 6 напомнили, что в игру добавят комментаторов боев, как на реальных турнирах, и представили одного из них — японскую актрису Хикару Такахаси. Также анонсировали сборник из десяти классических частей Mega Man с поддержкой сетевых режимов. Но главным событием презентации стал выпуск демо-версии ремейка Resident Evil 4. Начальный сегмент игры уже доступен бесплатно в Steam и на консолях. Причем на этот раз без ограничения по времени. Кстати, за графику теперь можно переживать меньше. Разработчики услышали жалобы пользователей на неестественный эффект дождя и пообещали его переделать. Продолжим короткими новостями о разном. Counter-Strike Global Offensive готовится к переезду на движок Source 2. Сначала соответствующие упоминания нашли в драйверах NVIDIA, а вскоре инсайдер Тайлер Маквикер сообщил, что новую версию делают уже несколько лет, а бету запустят в ближайшее время. Не торопятся Valve и с обновлением своего железа. Технический дизайнер компании Лоуренс Ян подтвердил, что следующее поколение Steam Deck появится не раньше, чем через несколько лет. Текущая версия вентиля и полностью устраивает. Межтем PlayStation 5 получила финальную версию обновления прошивки версии 7.0. Главные новинки — поддержка голосового чата Discord, переменной частоты обновления для разрешения 1440p и переноса данных между разными PlayStation 5 по Wi-Fi и проводному подключению. Hogwarts Legacy доберется до консолей прошлого поколения позже, чем ожидалось. Запланированный на 4 апреля релиз для PlayStation 4 и Xbox One отложили до 5 мая. В мае ожидалось и Suicide Squad Kill the Justice League, но по слухам о Джейсона Шрайера премьеру перенесли на конец года. После провальной презентации издатель решил, что игре нужна дополнительная полировка. Впрочем, переделывать основные механики авторы не собираются. Что бывает, когда разработчики не стараются, наглядно показал пример Kerbal Space Program 2. Сиквел вышел в раннем доступе Steam с рейтингом 50%, с ужасной оптимизацией, багами, неудачными новшествами и лишенной многих особенностей первой части. Довершает картину смелая цена — 50 долларов. Неудивительно, что спустя две недели после релиза онлайн упал до тысячи человек. Даже в первую часть сейчас играют в разы больше пользователей. Но это ничто по сравнению с переизданием The Outer Worlds. Ремастер стартовал в Steam с катастрофически низкой долей положительных обзоров — всего 19%. Вместо повышения производительности ПК игроки получили тормоза, которых раньше не было, хотя системные требования выросли. А владельцы PlayStation 5 и Xbox Series X не увидели обещанных 60 кадров в секунду. За случившееся пришлось извиняться Obsidian, хотя за улучшение ответственна не она, а китайская Virtuous, которой доверила проект издательства Private Division. Ироничная ситуация для игры, обличающая капитализм и корпоративную культуру. Посмотрим, окажутся ли боевые пионеры сильнее на этот раз. Не забудьте поставить лайк и подписаться, а мы расскажем о недавних и скорых релизах. На ПК, PlayStation и Xbox вышел приключенческий экшен Scars Above. Звезд с неба он не хватает, но если скучаете по Tomb Raider и вам понравилась Returnal, то можно дать ему шанс. В понедельник из мрачных глубин раннего доступа поднимется Barrow Trauma — хардкорный кооперативный симулятор подлодки с элементами ужастика на выживание. За неполные 4 года эта вариация FTL про морских монстров на спутнике Юпитера успела собрать в Steam приличную по меркам инди-аудиторию и заработать рейтинг 93%. Во вторник суровый скандинавский мир Valheim откроется владельцам Xbox двух поколений. Выживалку сразу добавят в Game Pass. В четверг PlayStation VR 2 получит новый эксклюзив — ответвление The Dark Pictures с подзаголовком Switchback VR от той же Supermassive Games. В пятницу Platinum Games расскажет, как девочка Сереза превратилась в ведьму Байонету. Приквел основной трилогии Байонета Origins Siraza and the Lost Demon выпустят эксклюзивно для Switch. В тот же день начнется трехдневная открытая бета Diablo 4, но только для тех, кто оформил предзаказ. Остальным придется подождать до 24 марта. Всем спасибо за то, что были с нами. До встречи в следующем выпуске GamesBlender, друзья! Субтитры подогнал «Симон»!